Дмитрий Мартыненко 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 В ходе процедуры, к сожалению, их невозможно подтвердить достоверно, потому что наблюдатель замечает нарушение, пишет жалобу, но больше почти никак это подтвердить нельзя. Соответственно, основным основанием обжалования итогов голосования на данном участке было расхождение в протоколах. Но неожиданной позицией избирательной комиссии стала такая позиция, что это, оказывается, не протокол был выдан наблюдателю, а просто некоторый образец, который она писала для того, чтобы показать другому сотруднику комиссии, как заполняется протокол. При этом она этот протокол заполнила не до конца, то есть что-то она там недозаполнила. Но, тем не менее, основные сведения о количестве голосов, о количестве бюллетеней, там были внесены, там стоит подпись председателя, и она на суде это не отрицала, что это стоит ее подпись, что стоит печать избирательной комиссии. Таким образом, этот протокол отражает реальную ситуацию по голосованию на момент его подписания. После же, как она сказала, что наблюдатель получила этот протокол и ушла, потому что она спешила. При этом председатель говорит, что она ей говорила, что это не протокол, не имеет никакой юридической силы, но, тем не менее, по ее словам, наш наблюдатель решила уйти, потому что спешила, взяла эту копию, которую ей почему-то дали. Наблюдатель же это, конечно, отрицает и говорит, что ничего ей никто не говорил. Кроме того, там было несколько наблюдателей, но, на самом деле, самой изюминкой этого вчерашнего процесса явилось не это, а то, что процедурные моменты не были соблюдены. Нам не дали ознакомиться с материалами, которые представила избирательная комиссия. Она их принесла в это судебное заседание. Только там, по этим материалам, мы узнали телефон наблюдателя «Справедливая Россия», например. Мы не могли его вызвать. Мы заявили ходатайство о вызове этого наблюдателя. Мы заявили ходатайство об истребовании данных членов избирательной комиссии, чтобы их допросить. Мы указали в ходатайстве об отложении, что нам необходимо ознакомиться с документами, что необходимо подготовиться по ним, ознакомиться. Да, нам их показали, но по ним же еще надо изучить их, изучить и подготовиться, чтобы с более качественной позиции переходить уже в суд. Более того, даже когда, ну, пришлось, естественно, после отклонения до ходатайства говорить все, к чему были готовы по нашим материалам, после изучения всех этих материалов, даже было заявлено ходатайство дать просто три минуты, чтобы еще раз ознакомиться со всем, что предоставила комиссия. Не дали. То есть, я даже благодарен, наверное, суде, потому что теперь у нас огромное количество формальных оснований для обжалования этого решения. Кстати сказать, краткая аккастационная жалоба уже подана вчера, сразу после решения. Да, ну, вы правильно сказали, и я уже это, по-моему, подтвердил, что председатель избирательной комиссии вот настаивал на этой позиции, что это не тот документ, который отражает реальные результаты. Почему наблюдателю дали не итоговый протокол, а некую тренировочную копию? Это само по себе не нарушение, даже если принять эту версию? Это само по себе нарушение. Я пытался выяснить в зале суда у представителя избирательной комиссии, почему она это сделала. Она это объясняла исключительно тем, что наблюдатель попросила. Именно тренировочную. Она попросила протокол. То есть сама, эта наблюдатель сама всё это спровоцировала? Она на этом, на этом металле. Ну, она так говорит, что наблюдатель попросила протокол, мы ей решили дать, раз она попросила. При этом я, конечно, утверждал, что такой процедуры нет. Если вы говорите, что вы даёте какой-то образец, нет в законе такой процедуры давать образец. В законе у вас сказано точную процедуру. Когда закончился подсчёт, тогда и даём копию протокола. Но ни она это не опровергла, ни суд это никак не отразил. Хотя я даже специально просил в суд в премиях, чтобы по этому факту вынесли частное определение. Ничего бы не было сделано. Более того, решение выносилось буквально за одну минуту, пока судья ушла в комнату. В то время, что её не было, это требовалось ровно на то, чтобы напечатать эту бумагу и выйти и зачитать решение. Скажите, а насколько это, может быть, скажем так, универсальным ответом? Ведь всякому не скажешь наблюдателю, что мы получили тренировочный протокол, а не настоящий. Вообще сложилась такая ситуация, что универсальных ответов уже с учётом этого стало два. Во-первых, я не знаю, почему избирательные комиссии этих наблюдателей оставили. Они их могут 8-0-5 всех просто взять и удалить с участка и дальше уже делать всё, что хотят. Потому что механизмы противодействия, они, я думаю, уже поанализируют и так поймут. Кроме того, вот так вот выдать протокол и потом сказать, что это... Да, они же на что навели? На то, что там не всё дозаполнено, там нет подписей остальных членов, прописью числа не написаны. Но это, во-первых, вопрос к ним. А во-вторых, если они дают такой протокол наблюдателю, наблюдатель что может сделать реально? Он может им, конечно, сказать, да, это не то. Но чем это обернётся? Ничем. Они могут всё равно сказать, либо забирайте это, либо мы вам ничего не дадим. Так самое интересное, что выдача этих протоколов фиксируется в специальном реестре. И этот реестр сегодня они нам представили. Реестр, прямо там заголовок написан. Получение копий протоколов об итогах голосования. Они утверждали, что это не копия протокола, а об итогах. Так там стоит подпись наблюдателя, что она получила этот протокол. Ну, реально, конечно, да, реальная ситуация сложилась следующим образом, что после того, как в 10 они выдали эту копию, потом они что-то ещё там посчитали, где-то уже после полуночи они окончательные итоги подвели и составили окончательный протокол. То есть здесь действительно повторного не составляли, всё было в первом, но первый был таким. Причём, что интересно, я бы даже мог, может, и сам поверить председателю Сергеевой, этой избирательной комиссии, о том, что она же как это объяснила? Она объяснила, что члены комиссии, которые считали, они просто немножко запутались в данных на стадии передачи. То есть когда они ей говорили, что там они посчитали, вот они что-то перепутали. Не в подсчётах именно, а в том, что они передавали информацию. Ну, это можно было бы поверить, но, например, там есть такие принципиальные возражения против этой точки зрения. Какие? В этой версии наблюдателя стоит несколько голосов у партии «Правое дело» и «Патриоты России», кажется. 23,9 или наоборот, 9,23. Ну, в общем, какое-то небольшое количество. Можно было бы списать на ошибку, если бы там их было 23, стало 15. Но у этих двух партий их стало ровно ноль. Вот это, собственно, наталкивает на мысль, что не может быть такого. Сейчас, если можно кратко, Михаил Прохоров, комитет президента, выступал сегодня с рядом инициатив для борьбы с фальсификациями на выборах. И, в частности, он предлагает отнести к уголовным преступлениям удаление наблюдателей и запрет съёмки на участках. Как вам это предложение? Это бы решило сразу все вопросы? Да нет, конечно. Сейчас за это административная ответственность. Кого-то, что ли, привлекают? Для этого сначала доказать надо, а реакцию судов увидите. Мир Путин, кандидат в президенты, сказал сегодня, что очень заинтересован в прозрачности проведения выборов. Заинтересован, что доверие к нему было искренне. Потому что, если нет доверия с стороны народа, то нет смысла и работать. Это сказал кандидат в президенты. Есть ли какой-то универсальный приём, скажем так, допустим, те же веб-камеры на участках? Или что-нибудь? Тут какая-то мера, которую объявили сейчас премьер, президент Медведев. И это действительно даст возможность провести в марте выборы часа? Ну, надо относиться, конечно, так глобально ко всем предложениям и не говорить, что что-то это сразу спасёт от всего. Те же веб-камеры, они уже активно обсуждаются, что есть свои плюсы, есть свои минусы. Например, там ничего не видно будет, можно поставить нужное место, можно отключить. Хорошо, вдруг было какое-нибудь встречное предложение? Вот, сложно сказать. Есть была идея, например, что вместо полицейских, которые слепую подчиняются представителям комиссии, которые решают, кого удалять, а кого нет, поставить, например, на эти участки юристов. Представители прокуратуры, судейского корпуса. Но есть тоже здесь негативный момент. А если они тоже будут поддерживать какие-то негативные решения, то тогда будет ещё больше силы этого решения. И тогда это, наоборот, скажется отрицательно. Ещё есть, например, в том же Черёмышкинском суде 4 декабря последний дежурный судья ушёл в 7 часов вечера. А как мы видим, основные нарушения у нас получаются после 8. Поэтому, может быть, руководству высших судов всё-таки задуматься о том, чтобы в каждом районном суде судья до полуночи хотя бы досидел. Спасибо, Дмитрий. Увестный представитель партии «Яблоко» Дмитрий Мартыненко был в гостях у нас. Это рубрика «Кофебрейк». И мы сейчас продолжаем.